Микрофон С нами сегодня группа основателей бренда, точнее основных, засновных сын Леонид Ивановича Руслан Жаботинский, дизайнер из Киева Юлия Цыганенко и советник министра спорта Александр Притула и Ким Ткаченко, державный государственный тренер Украины по тяжелой атлетике. Во-первых, мы презентуем сегодня архитектурную форму, которая украсит наш город, это модель скульптуры Леонид Ивановича, которая станет новой достопримечательностью города. Как родилась эта идея и как получили, собственно говоря, разрешение на место установки, расскажет Руслан Леонидович. Можно, да? Значит, то, что касается скульптуры, когда Леонид Ивановича были похорона, то я, соответственно, взял у нас в себя обязательства в присутствии всей общественности, которая присутствовала на тот момент на похоронах. Первое, что мы сделаем, это мы постараемся переименовать улицу, мы ее уже переименовали, мы постараемся поставить монумент Леониду Ивановичу, комиссия по тупомимике, которую возглавляет первый заместитель городского головы, мешок. Мы тоже уже подписали документы, определено место расположения скульптуры, она будет находиться в центре города. Перед аллеей почетный граждан Леонид Иванович является почетным гражданином и с правой стороны будет стоять скульптура, я думаю, ближе к лету, потому что изготовление скульптуры занимает определенное время, около трех месяцев. Будет она вылита из бронзы, скульптуру будет делать знаменитый архитектор, который 28 лет занимается скульптурными композициями, контактными фигурами, Эль Донис. Он изготовил и сделал три скульптуры у нас в городе Запорожье, это столевар и учительница, это тоже контактные фигуры и знаменитый актер, который напротив Макдональдса на лавочке сидит, это рыбник. Вот эти три скульптуры этот архитектор уже сделал. Почему именно этот архитектор? Мы до начала притворения этой идеи в жизнь объявили конкурс в интернете бесплатный и 12 городов Украины прислали модели своей скульптуры, это в виде тендера маленького провели. И нам понравилась больше всего работа Эль Дониса из Харькова, потому что она оказалась самореспектабельной. Хотя я смотрел миллионы раз на эту фотографию, здесь Леонид Иванович стоит с поднятой рукой после победы на Мексиканской второй олимпиаде. И за основу взяли это. Что такое контактная фигура, он мне объяснил. Это когда любой житель города Запорожье, турист, кто угодно, может свободно с самым сильным человеком планеты сфотографироваться, стать на второе и на третье место. После окончания пресс-конференции модель этой скульптуры будет перенесена в зал, где в течение оставшихся трех дней все посещающие наш чемпионат будут фотографироваться с этой скульптурой. Также можно будет приобрести презентуемые сегодня первые модели, уже отшитые живые, спортивные одежды, о которых мы сегодня будем говорить. Относительно моделей, расскажет Юлия дизайнер, в ее практике это первая спортивная коллекция. До этого девушка работала с моделями женской и детской одежды. И попыталась полностью реализовать коллекцию вместе с организаторами, соответствующими мировым стандартам. И мы очень надеемся, что этот бренд станет экипировкой украинской олимпийской сборной в 2020 году. Юлчика, расскажите о нюансах тканей, покрытия. Хотелось бы рассказать немножко о коллекции, о том, как это создавалось. На самом деле, это действительно мой первый год в создании коллекции спортивной одежды. Но это очень интересный опыт для меня, потому что хочется донести, что сейчас есть возможность у Украины показать, что мы можем создавать качественную спортивную одежду. Что каждый человек может быть сопричастен к легенде. И мы это доносим через наши костюмы. Мы хотим, чтобы украинскими спортивными костюмами гордились не только в Украине, но и в США. Возможно, это будет продаваться за рубежом. То есть у нас есть легенда в нашей стране. Мы должны показать миру, насколько это значимая личность в мире спорта. И доносим это через спортивные костюмы. А относительно создания конкретной одежды, мы использовали качественные материалы, чтобы человек, который будет заниматься, было комфортно. Чтобы он мог почувствовать качество. Чтобы было комфортно. Она не назначена только для... Вашу аплейтик? Нет, конечно. Спортивная одежда в Батинске предназначена и для обычных людей, которые занимаются в спортивном зале. Которые хотят получить качество и хотят быть сопричастны с такой легендой. Александр Леонидович, я знаю, что у Вас не исключительная история. Как оказалась твоя идея? Тогда у Вас запросили бы и подтолкнули того, чтобы создать коллегу. Идея, чтобы создать эту коллекцию и заняться вообще отшивом спортивной одежды торговой марки Жаботинский, бренда Жаботинского, известного во всем мире. У меня возникло на чемпионате мира в 2015 году в Хьюстоне, штат Техас, где мы активно продавали мою книгу. Мой отец Леонид Жаботинский. Это первая работа выпущена под торговой маркой Жаботинский. И американцы и канадцы очень активно покупали эту книгу. 20-30 экземпляров мы продавали в день. Это очень важный момент. Я американцам задал вопрос. Скажите, пожалуйста, 50 лет прошло. Почему такая популярность моего отца у Вас на Вашем континенте? И они ответили очень просто. Говорят, все очень просто. Те, кто два раза нас победил на двух олимпиадах. На первой олимпиаде в Токио отец победил Норберта Шиманского. На второй олимпиаде он победил Дюка, тоже американца. Супертяжка. Говорят, тех мы очень любим и ценим. Ну, плюс Арнольд Шварценеггер, почитатель таланта Леонида Ивановича, который всегда говорил, говорит, что это мой кумир, это мой герой, всегда говорит об этом. Это важный момент, вот почему. И что послужило созданию моделей? Я стоял в футболке, дизайн, который есть перед Вами, разработанный. Ко мне подошел американец, я был с помощником, я английский язык, к сожалению, не знаю. И я говорю, что он хочет? А он говорит, переводит, он хочет, говорит, футболку твою. Я говорю, ну я же не буду здесь перед таким количеством людей голые стоять. А он говорит, он свою подарит. Он оказался производителем штанг, штанг американский. И я снял футболку, у меня есть фотографии красивые на сайте жабатинский.ком, где наша продукция, кстати, продается. Сайт, вы видите, перед Вальдом, внизу перед QR-кодом. Я снял эту футболку, отдал. И тогда у меня закралось в 2015 году, когда отец был живой. Я приехал, сказал, это Леонид Иванович. Я говорю, папа, ты не будешь возражать, что если мы начнем отшивать бренд жабатинский. Он сказал, говорит, я же тебе делегировал полномочия на торговую марку. Конечно, отшивай, говорит, это нужное дело. И вот с того момента, с благословения Леонида Ивановича, мы решили заняться именно отшивом спортивной одежды, моделей спортивной одежды. Но, к сожалению, это решение было прервано смертью Леонида Ивановича на год. И сейчас, уже после смерти отца, мы активно занялись совместно с киевским дизайнером, с группой, которая нас помогает, поддерживает. Отшиваем мы на предприятии, на одной из фабрик Запорожской. Это украинский производитель, это украинский дизайнер, украинский бренд, что очень важно. Леонид Иванович, вам слово, пожалуйста, расскажите, какие требования к экипировке олимпийских сборных существуют и насколько может соответствовать наша новая запорожская, запорожский бренд, который станет известен на всю Украину этим требованием. Добрый день, шановые коллеги. Конечно, очень интересная пропозиция, очень интересная идея возникла у Руслана Леонидовича и у Леонида Ивановича, чтобы и, с одного боку, пропагировать вообще важную атлетику, и особенно, скажем так, Илья Леонида Ивановича, видатную человеку. Он действительно очень интересная особенность в мире, и не просто так, не только в Украине, а даже в этом мире. Особенно, Руслан звернув увагу, действительно, это было в Пьюстонии, что американцы, взагалі, поважают супер-важковаговики, они так снисходительно относятся до малиц, скажем так, категории, хотя каждая ваговая категория мает свою презентабельность, но и в том числе действия важковаговики. Ну, а что до спортивной формы, то, звичайно, все не так просто. Не так просто пробитись, звичайно, на, скажем так, цей олімп спортивной формы. За мою вбутность, больше 20 лет я працюю на Министерстве и важкие атлетики, то користовались и фирмой Адидас, мается на увазе европейская сборная команда Украины. Был и певный час, была фирма знаменитая немецкая Адидас, був и майнер, це украинская была, с корнями там иноземными, и Найк, и Боск в останнем часе, ну, але, звичайно, это так легко. Ну, скажем так, что в национальном олепийском комитете и в Министерстве є така организація, називається Укрспортзабезпечення, яка відпрацьовує ці моменти, бізнесмери, либо они выходят на эти темпы, на обговорения, такие вещи. Але, ясно, что шансы есть, я так думаю, они непогані, є такий, великий, скажем так, промоушен, вот, я обожаю успеху в цьому. Ну, звичайно, что эти детали, какие-то, треба відпрацьовувати, вимоги Международного олепийского комитета, вони достаточно складные, ну, не складные, они имеют свои особливости, там, не можно, так и в данном случае, таких великих надписей робить, але все-таки можна приходить до каких-то спільных, скажем так, дозволенных моментов. Ну, мы будем очень стараться, чтобы решить этот вопрос. Сейчас, надеваю, скажем так. А если и Радник Министру еще порадить, то все будет, взагалі, добре. Пане Олександре, какие шансы, и, взагалі, как проходить оця процедура виходу в бренду до Олимпийского Олімпу? Доброго дня, шаново, друзья. Ну, я, может быть, тут в рамке не вигнаю, как президент Северненской Федерації «Спас», написано Радник Министерного Володи Спорту. Я здесь Радник Министерного Володи Спорту, национальный вид спорту. Ну, мы сегодня працювали такими процессами, очень сильно визнание национального виду спорту. И я сам с этой миссией буду поддерживать инициативу моего друга Руслана Жабутинска. Мы дружим уже, может быть, 20 лет. И не только с Русланом, и с тяжелой атлетикой, и с представниками. Почему? Потому что, может быть, где-то 18-20 лет мы проводили какие-то заходы с ПАСОю, и первый пришел на Нидиман Жабутинский, наш козацкий заход. Знаете, для нас это была величезная честь, и своего часа он просто поддерживал мораль. Это очень возможно. Леонид Айбанович, он важливый не только для Запорожья, это очень честно, что в Запорожье народил такий бренд в особи людини, потому что, если не ошибаюсь, две люди в мире, которые достигли такого результата. Четыре. Ну, это вообще уникальность. И Леонид Айбанович и для нашего духовного життя, Запорожье Леонид Айбановича, он очень важливый, в 2014 году в Атлантик Сити, отрибал там лагородный, именно в свете боевых мистецтв, то когда представляется Запорожье, они говорят, что Запорожье асоциация, вот, здавалось бы, боевые мистецтва, потому что атлетики, очень далекие, но, как говорят, жаботинцы, вот сразу с прийнятя. И мне кажется, что эта инициатива сына Леонида Ивановича, самым брендом, мы будем наши бренды расследоваться по всему миру. И это очень важно, что образ такой энергетической человек, он будет и дальше, и на завтра. И я уверен, что молодые спортсмены будут поднягаться в эти бренды, особенно в Запорожье, из Украины, почему? Потому что через все мы будем вести информацию, позитивный обзор про наше Запорожье, про наши достижения. Мне кажется, что это очень важно. И когда будет выбор в Министерстве одеть наших наших важных атлетов, или не одеть эти бренды, мне кажется, что любая здравомыслящая люди понимают, что это, может быть, один из многих этих брендов, которые должны развиваться сегодня в наших руках. Юль, к вам вопрос исключительно потребительский. Вот у вас золотое нанесение буквы в носке и в тренировочных обстоятельствах. За сколько долговечно нанесение технологии? Вот нанесение, которое вы видите на моей футболке, его можно стирать, с ним можно заниматься, и это абсолютно безопасно для использования. То есть это все специально разрабатывалось для того, чтобы человек мог чувствовать себя комфортно, не думать, что это супер, там, стразы, или что-то, что отпадет. Это спортивная одежда, мы это понимаем, мы привнесли сюда свой дизайн, но он абсолютно практичный. То есть его можно истирать, и сдавать химчистки, ничего с ним не произойдет. Большое спасибо. Коллеги, если есть вопросы, у нас небольшой брифинг, пожалуйста. Можно? Пожалуйста. Не вижу сзади места. Добрый день. Я... Очень неприятно присутствовать именно на этом, на этой конференции, потому что, ну, два-три слова. Я использую то, что сегодня присутствует два государственных поначалника. Саша Принтова, как? Помощник везет. И государственный тренер, тоже, который в высоких кабинетах. И хочу обратиться. То, во что одета сегодня олимпийская сборная, это позор для страны. Вот я находил спортивную общественную, все никак мы не могли, куда бы выйти, кому бы сказать. Сегодня, мама, пожалуйста, поднимите эти вопросы. Нельзя вот этих герб страны, перевернули трижды виллы какие-то. Вы посмотрите, во что? Ну, стыдно смотреть. Это, ну, вот сегодня то, что происходит, это, я думаю, прорыв какой-то. Конечно, это нужно было сделать давно. Американцы своих олимпийских чемпионов в рейдинге, все там, плавках, везде. Почитаю. История, здесь многие говорили, спортивная история богата у нас. Есть у нас же пятикратные олимпийские чемпионы, но легенда одна. Вот легенда, легендарный. Я уже задумался, откуда, вот откуда, с космоса, думаю, ну, легенда, мы мальчишками знали, анекдоты рассказывают, истории, но легендарный человек, один он, из спорта, единственный, не только в Запорожье, вообще, вот в спорте чемпиона много, а легенда одна такая. Теперь, все, теперь последний. Руслан, ну, ты по-мирски не понимаешь, я понял, как ты признался, я тебе по-русски говорю, где купить футболку можно, я хочу приобрести, вот мне нравится, как у Саши, футболка такая. И Юля, Юля, ну, для всех, это вот так, разрядить автономку. Вот, Денид Иванович, здесь изображен на Мексиканской олимпиаде, и для дизайнера, я знаю, Мексиканская олимпиада, это официальный год рождения мини-юбки, потому что там официально было у всех волонтеров мини-юбки, это год рождения мини-юбки, я как председатель мужского клуба Запорожья, не могу к нему этого пройти. Поэтому, пожалуйста, Руслан, мне, скажи мне по-русски, где купить футболку? Руслан Александрович, передайте Вадиму Александровичу футболку, вы можете купить ее сегодня, после 12, будет представлена коллекция внизу в зале, и вы сможете приобрести себе, себе, своим друзьям, я знаю, что вы почитатели Ильинида Ивановича Таланта, с ним встречались, общались, чтобы вы много не разговаривали, мы вам сразу предоставляем... Где цена, цена скажи, где цена? Спасибо большое. Я прошу, пожалуйста, поднимите вот эти вопросы, нужно одеть сборную, сборную Украины, не только олимпийскую, по другим видам спорта, ну не то, не то, что было. Спасибо вам. Любой вид спорта, в том числе тяжелая атлетика, имеет какие-то свои специфические специфики, свои специфические требования. Какие были какие-то специфические требования, связанные с тяжелой атлетикой, то ли с образом этого вида спорта, то ли с какими-то другими, другая специфика, которую вы учитывали при приготовлении этой атлетики? Да, конечно. Если речь идет о костюме для тренировок, то понятное дело, что вы учитывали то, что человеку должно быть комфортно, плакой сделать, должна испаряться, но соответственно вот этот запрос вы выбирали ткань. То есть костюмы, которые для тренировок, вы их покажете сейчас здесь, не видите, но они уже скоро будут представлены, они будут сделаны из специальных материалов, которые позволяют комфортно, заниматься, которые не смог движения и испаряют главную стелу, то есть комфортно. А что в линейке? Ну, это предпред, там еще есть другие виды тканей, которые используются в производстве. и определенные швы используются для этих костюмов, то есть необычные для футбола, а немножко сложнее для сборка. Думаю, что это дает прочность большую, то есть тянется ткань. Шовная прочность и он более гладкие и ткань не располагается в этом швы. То есть там есть технологии, по которой будет результат подводиться. Спасибо. А мы только начали, что входит в линейку. Это только футболки, и вы не видели. футболки, что входит. Вот линейка проекта сейчас в данный момент разрабатывается, еще пополняется, и там будут как костюмы для тренировок, так и костюмы просто для того, чтобы ходить, для активного отдыха. Точно также будут в этой линейке представлены детские костюмы спортивные и женские. Красные, да? Красные, да. А цветовая гамма? То есть мы уже здесь видим несколько цветов, как минимум 3. Да, здесь демократичные цвета представлены в женской и детской коллекции. Там будет более яркая цветовая гамма. В женской вы увидите и розовые цвета, и красные, и желтые. То есть там будет более радужная, веселая для деток. Я хочу дополнить дизайнера то, что понравилось на сегодня женской половине. Это модель, кстати, в ней стоит мальчик, но тем не менее понравилось. Это разработка очень интересный подход Юлии, когда я увидел впервые эту модель, я сказал Юля, ну это супермен. Она говорит, а что, ваш папа не супермен? За основу была буква З посредине, штанга, символ того, чем стал знаменит Леонид Иванович, и Жаботинский. И изобразили, вы видите, футболка с длинным руколом в виде знака как супермен. То есть подход очень креативный, и действительно, так как Оперс является суперменом, я тогда уже понял, что подход действительно на. А на сегодня здесь представлено три модели спортивной одежды. В одной модели вживой стоит модель, которая вживую находится и в кепке, это тоже наш модельный ряд, и в спортивном костюме, если не тяжело, вы можете повернуться, показать со спины. Вот со спины вы видите, то есть это роспись Леонида Ивановича, фамилия, и Леонида Ивановича в рывке в коронном упражнении, которому ему в супертяжах не было рады. На сегодняшний день, кстати, знаменитый Хосе Рязан-Заде, который тоже двукратный олимпийский чемпион супертяжи, сказал на последнем чемпионате мира, почему так хорошо, я говорю, поднимают твои супертяжи иранцы? Он говорит, потому что мы поднимаем по технике великого Жаботинского. Техника Жаботинского в рывке безупречна. Это признано научными работниками уже давно, есть диаграммы техники подъема штанги и она важна. Хотя Леонида Ивановича сегодня остается среди всех тяжелатлетов во всех весовых категориях самым высоким тяжелатлетом за всю историю. Его рост метр девяносто три. А вы знаете, чем выше человек, тем тяжелее дедут штанги. То есть это не важный вопрос. Ну и самое важное то, что мне журналисты на сегодня рассказали, я сам об этом не знал, узнал только в том году, о том, что Леонид Иванович является первым в мире двукратным олимпийским чемпионом в супертяжелом весе от Украины. Вторым был россиянин Алексеев, третьим живой Александр Курлович и четвертым ныне сошедший с арены ставший президентом Федерации Реда Хосе Рязан Заде. Всего четыре человека в супертяжелом весе. И вот та украинская легенда, которая есть, самый сильный человек планеты, мы ее, я уже рассказывал, решили воплотить реальность и одеть сборную команду тяжелой атлетики на Токиску Олимпиаду 2020, туда меня представители Японии уже пригласили, так как Леонид Иванович в 64-м впервые в битве из Василия с Власовым стал победителем. Это очень важный момент. И японцы очень дорожат этим, потому что в Хьюстоне ко мне подошел производитель штанг японский и сказал, у нас семейный бизнес, так вот ту штангу, на которой Жабахинский поднимал Олимпийский репорт Токио, мы поставили в музей и храним это как реликвию и историю. Это очень важный момент. Вот мы вспомнили две страны, которые считаются экономически развитыми странами. Это Америка, Япония и они очень дорожат нашими непосредственно спортсменами с Украины. В продолжение создания коллекции я хочу сказать, что открыто интернет-голосование онлайн по выбору цветового решения бренда, который учтут каждое мнение украинца проголосовавшего создатели и будет разработана дальнейшая линейка коллекции. Еще хочу сказать, что у нас неожиданный импровизированный сюрприз получился. С нами находится Рудольф Акапиан, это художник, создававший как раз тот самый образ Леонида Ивановича, который изображен на диораме. И он сегодня с подарком пришел к Руслану Леонидовичу и всем нашим спикерам. Будьте добры, пожалуйста. Рудольф Акапиан презентует картину и хочет передать память через сына Леонида Ивановича. Рудольф Акапиан является воспитанником школы Жаботинского. Его брат Владимир Акапиан рекордсмен мира. Их обоих мой отец в свое время пригласил Сири Ивана. Они приехали, много лет уже живут в Запорожье. И в этом отношении Рудик является многооператным чемпионом, победителем среди ветеранов своей весовой категории на турнире Жаботинского. К сожалению, я не могу сказать, что где-то кто-то может неправильно поймет Рудика, а Рудик перенес важнейшую операцию, поэтому может быть микрофон? Может микрофон? Я озвучу? Я участвую. Он заслуженный художник Украины, кто не знает, занимается написанием творческих работ. И помогал нам в создании коллекции. Рудольф просит напомнить, что он создавал образ Леонида Ивановича Жаботинского на диораме, который сегодня вспоминал Александр Притула, который находится у нас непосредственно в музее. Да, пожалуйста, вы можете презентовать картину. Вы хотите сюда? Спасибо. Поняла. Рудольф передает, что тема не спортивная, это образ женщины, которую любил всю свою жизнь Леонида Иванович. Ее образ это образ актрисы Мерлин Монро. Сейчас мы увидим. Эта коллекция не только для спортсменов, не только для тяжелотлетов. В первую очередь она для простых людей. Вот поэтому мы создали онлайн голосование в интернете, что позволит услышать обратную связь от людей, которые сейчас больше и больше занимаются физкультурой и смогут носить костюмы как гулять на улице, так тренироваться и отдыхать на природе. Браво! Супер! Спасибо! 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 Я думаю, что папа оттуда видит. Спасибо! Спасибо! Пожалуйста, вопросы у журналистов выучили. Да, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. А детям со скольки лет есть юные? Есть с трех лет с пятилетнего возраста. Я думаю, детям с того возраста когда детки начинают ходить и они уже могут пассивные дети уже можно уже есть от спортсменов действующих какие-то скитки для клубов у нас есть? Я думаю, что мы разработаем после вот этого онлайн-голосования непосредственно целую систему согласуем ее с Ким Владимировичем и будем предоставлять скидки, но на сегодня вы после 12 можете внизу увидеть, у нас есть коллекция 15-го года, будет продаваться внизу можете спуститься там довольно-таки демократичные цены 100 гривен я думаю за футболку это довольно-таки нормальная цена а коллекция нынешнего периода это уже 200-250 гривен спасибо мы ежегодно проводим турнир по пляжному волейболу в августе будет проводиться я прошу для спортсменов мы закупим форму для волейболистов для пляжников вы для нескольких команд порядка там несколько десятков закупим форму ну пляжники вы знаете да бейсболка это что я вас прошу к этому времени чтобы мы могли это будет подарок спортсменам от организации Владимир Александрович мы знаем что вы поклонник волейбола что вы мастер спорта и вы видите вот на модели прекрасной модели те варианты уже отшитых костюмов мы с удовольствием предоставим вам и костюмы и футболки и с короткими и с длинным рукавом кстати я вам хочу сказать важный момент такой мы недавно общались с одним из представителей Америки и дочь Мухаммеда Али насколько я знаю эту информацию что мне предоставила они продали изображение Мухаммеда Мухаммед Али дружил с моим отцом кто не знает и они в один год получается умерли отец умер в январе а Мухаммед Али по-моему летом 16-го года так вот Филипп Уэн Филипп Уэн я так понимаю взял права на изображение Мухаммеда Али одна из работ у нас полное изображение Леонида Ивановича в движении будет так же как у Филипп Уэн мы тоже берем изображение только там изображение забрала неизвестная компания которая к Мухаммеду Али никакого отношения имеет у нас все в одном будет и бренд жабачевая марка и никому не будем продавать этот наш украинский бренд он останется украинским никаким иностранным компаниям не Боско не Филипп Уэн он будет наш украинский и написано будет если нужно будет требование написать мелким жабачевский будет написано мелким но мы добьемся того что сборная олимпийская команда будет представлять олимпиаде с этим брендом потому что это очень важно все что касается нашей страны для меня это имеет большое значение прошу прошу за украинский комитет подать пресс-информации бурнаский но я хочу сказать что мы тренировались с русланом 20 лет я хочу сказать таки мы навчали тренировались жили стану рекорд в запоряжке такая питание до вас очень хорошая форма нам подобается дизайнер вы можете поучаствовать в онлайн голосовании там эти вопросы есть и свое пожелание отправить я только что отвечал я отвечал я отвечаю вам на ваш вопрос я только что отвечал представителям прессы то что мы для этого и сделали автоматическое онлайн голосование подключили программу который не зависит от человека программа будет отслеживать победителя и марина через какой период будет награждаться победить 28 будет подведение этого поэтому прошу заходить на сайт и там там ваше пожелание будет учитана однозначно то есть обратная связь от людей которые будут приобретать это очень важно это раньше был маркетинг тренды а сейчас основное диктуют люди появились социальные сети и только благодаря обратной связи от людей мы будем учитывать все пожелания в той линейке которую мы создаем вообще количество моделей которые планирует юлия совместно со мной отшить для пользования для повседневной жизни для спорта для тренировок это около 15 моделей на сегодня мы представили небольшое количество 8 моделей которые уже есть живые это футболки и кепки это непосредственно костюмы два костюма живые мы на рекламных пауках предоставили вы можете посмотреть ну и то что касается дальнейшего развития это на втором этапе будет находиться конечно спортивная обувь торговой марки жамотинске всех желающих которые присутствовали здесь на конференции приглашаю после 12 часов где модель фигуры леонида ванныча будет выставлена внизу зале так как еще три дня соревнований и будут представлены соответственно сувениры торговой марки жамотинский и живую те модели которые мы презентовали пожалуйста еще есть вопросы хотелось бы узнать руки штангетки именно штангетки наш украинский я думаю что учитывая что леонид иванович напрямую связан с тяжелой атлетики и штангетки это тот момент который интересует в первую очередь и меня как у человека который сам занимался тяжелой атлетикой и являясь мастером спорта вы знаете то мы это пожелание учтем и скорее всего что штангетки современного типа не те которые были раньше у нас мы наверное запустим тоже опять еще раз говорю это как раз те отзывы которые дают люди и предлагают свои варианты спасибо я предлагаю всех присутствующих сфотографироваться у кого есть желание на модели скульптуры леонида ивановича если есть такая возможность пожалуйста модели освободят место и все желающие сфотографируют спасибо спасибо всем